В ходе рабочей поездки в Айтикибийский район заместитель Акима области Амангали Бердалин встретился с местными аграриями. В ходе встречи были затронуты направления государственных программ предоставления субсидий и качества урожая. Также Амангали Бердалин ознакомился с работой нескольких хозяйств. Выслушал пожелания предпринимателей. Сфера сельского хозяйства в прошлом году была субсидирована на 12 миллиардов тенге. В этом году объем финансирования вырос и составил 20 миллиардов тенге. А средства, выделенные на развитие животноводства, увеличились в два раза. Если в прошлом году животноводству было выделено 5 миллиардов 600 миллионов тенге субсидий, то в этом году выделено 10 миллиардов 400 миллионов тенге. То есть в два раза выше по сравнению с прошлым годом. Наблюдаем рост поголовья крупного рогатого скота. Предусмотрены субсидии не только на увеличение поголовья скота, но и для производителей молочной и масложировой продукции. Заместитель Акима области Амангали Бердалин во время встречи с крестьянами остановился и на пассивных уборочных работах. В последние годы приоритет отдается качеству. Сейчас государство уделяет большое внимание развитию растения и водства. Выделяют субсидии по этому направлению. Со стороны государства оказывается помощь в предоставлении топлива. Наш регион находится на третьем месте после Павлодара и Шимкента по его стоимости. То есть 161 тенге за литр. Обновляется и сельхозтехника. В этом году аграрии области при поддержке финансовых институтов закупились на 5 миллиардов тенге. По предложению предпринимателей в следующем году будет предоставлена инвестиционная субсидия. 25% цены каждой техники будет компенсировано за счет республиканской, 10% за счет областной казны. На совещании заместителя Акима области Амангали Бердалин остановился и на проекте, который реализуется в Айтикибийском районе. Уделяется внимание орошаемым землям. Например, в 2021 году в Айтикибийском районе на 110 гектарах для одного из крестьянских хозяйств будет оказана помощь в этом направлении. Для реализации поставленных задач есть возможность получить субсидии от государства до 50%. Во время встречи крестьяне задали несколько вопросов о получении субсидий в отделении земель. Директор товарищества Александр Чемоданов, ветераны труда Кабеку Анышбаев и Туратай Шамауф отметили важность совещания и выразили благодарность Амангали Бердалину, который ответил на многие вопросы. В завершение встречи Кабеку Анышбаеву, занимавшему руководящую должность в сфере сельского хозяйства, вручили медаль «Почетный ветеран общественного объединения Организации ветеранов сельского хозяйства». В ходе своего визита заместитель Акима области посетил Кумку-Дук, где ознакомился с работой крестьянского хозяйства. В основном оно трудится в молочном направлении. Планируется выпуск крупного рогатого скота. Построен скотный двор, двухэтажный дом для рабочих. Изначально планировалось доить 50 голов коров. Сейчас здесь ждут проведения линии электропередач. А это Жамбылский сельский округ. Ознакомившись с работой хозяйства, заместитель Акима области выслушал предложение по обновлению технической базы, развитию земледелия и дал конкретные поручения.